Это будет футбол на тачке. Человек, который проиграет, должен будет выключить одно очень неприятное задание. Но нет! Птичка в клетке! Птичка в клетке! Что у нас накануне? Кошачья мать его! Я не помню, а футболисты всегда так выходят в поле? Я не хочу это видеть. Не хочу. О, какой грязный! Какой ужас! Он уже помытый будет. А он не то, что не помытый. Он как привезен был с эвакуатора, так и поставлен сюда, прям на это же парковочное место. Вот так каждый, кто приезжает в Москву, думает, что он захавает ее. А Москва хавает его. Такое ощущение, как будто его выкопали из могилы Тутунхамона. Вот, ей-богу. Мы закончили на трагичной ноте. Гелик не заводился. Все? Хорошо, не заводится. Он стоял здесь под ливнем. Хоть ливень его не помыл, но он все равно стоял. Все, пылился, потом мокрился. И в итоге он воскрес. Да? Да, абсолютно. И воскрес очень даже неплохо. А мы и не прощаемся. Есть там недочеты, которые надо делать, но это уже чуть-чуть позже. Женя понял, что залило стартер. Хотя он сразу это понял. И такой, надо поменять стартер. Все, короче, у нас новый стартер стоит, да? Да, абсолютно. Все, отлично. Как пахнет песочком. Это он просто так пожульничал. Все работает. Ну что? Все, гелик ожил. Не долго стоял умершим. А что, его надо, наверное, сейчас отвезти помыть? Если есть желание, можешь часа на четыре подзалипнуть на обойке на пять. Будь осторожна со своими желаниями. Они имеют свойство сбылаться. Подымай прям коврик. Не-не-не, да я не хочу. Ушки! Охренеть! Фу! Жень, давай разберем с тобой оффроу, потому что было очень много комментариев, что мы сделали что-то не так. Мы заехали в эту лужу. Я включила все кнопки блокировки дифференциала, как ты и сказал. И начала следовать твоим указаниям, как себя вести в этой луже. Мы сделали правильно, что мы выключили движок? То, что в воде выключили движок, не совсем правильно. Надо было дать ему все-таки либо работать, либо пытаться как-то выехать. Но опять же, вода бывает разная. Если у машины есть шноркель, не надо его глушить. Да можно и заглушить, в принципе. Но тот момент того, что здесь бы, если бы не заглушили, она бы хватанула воды. То есть, как бы тут такой момент. Другой момент, то, что она в момент того, когда глушишь, может хватануть воды. Тут такая ситуация, да, двоякая. Мы переживали, почему мы заглушили двигатель, потому что мы хотели и выключили полностью питание. А мы боялись, что просто где-то там будет короткое замыкание. Нет, от того, что зальет водой, как бы, ну, критичного, скажем так, особо ничего не будет. Там же плюс на минус не закоротит. А то, что, ну, сопротивление, да, там высадит аккумулятор, грубо говоря. Ну, блок какой-то сгорит. Опять же, может быть, благодаря тому, что заглушили и спасли мотор. То есть, вот он сейчас, пожалуйста, равный пет. Скажем так, минимальными затратами он вернулся к жизни. Кто бы что не писал в комментариях, тачка в итоге жива. Как видите, она не хватила гидроудар. А значит, по результатам мы сделали все правильно. Сейчас я хочу обсудить с Женей дальнейший план действий, что я буду делать с геликом. И чтобы он не простаивал, и у нас постоянно какая-то работа происходила, причем даже параллельно решались задачи, я, короче, хочу узнать, что сделать. Тебе оставить всю, весь кузов, но полностью убрать все, что вот касается внутренней части. То есть, это сидение, это потолок, это нижняя часть. То есть, тебе оставить его, грубо говоря, на техничку и там проводку и так далее. А все остальное забрать себе, чтобы мы начали его переоборудовать в БГТ. Чтобы как бы две задачи решались параллельно. Я хочу прям до конца лета точно закончить. То есть, чтобы он уже в конце августа имел тот внешний вид, ту техничку, ту внутрянку, которую я хочу, чтобы вот у меня в голове изначально, когда я покупала этот гелик, это все было. Так что я надеюсь, что у меня получится это реализовать. Поставьте лайк этому видео, если хотите, чтобы Ангелинка и нам мечта сбылась. Помните мистера Маката, который я взяла его брат, остался цел? А второй брат чуток с ним поплохело. Лиша и подхватил, наверное. Погнали мыться. Я как будто реально на тракторе еду. Те, кто смотрел выпуск с Владимиром, помнят, что тракторы моют как внутри, так и снаружи керхером. Походу, гелик тоже надо будет мыть и внутри, и снаружи керхером. Так, ну что, убираем правый бокс. Я вся в нутелле. Лучшая покупка этого года на гелик. Не, вы вообще реально думали, что я одна буду это все мыть? Тут справится только бригада профессионалов, а я свое чисто грязное дело уже сделала. Коля, прости. Женя! Ты просто как батя и дочь такая. У кого круче? Сейчас, когда она увидела себя в зеркале, она поняла, что в зеркале отразилась женщина с какой-то иной профессией. Смотри, как мы его помыли. Это я все сама помыла. Офигеть. Мы даже пену не смыли, что ли? Не хватило денег? Мы решили, что этим уже будет бригада заниматься. Ну что, я оставляю его тебе. Потом тебе завезут доки от него, чтобы уже нормально помыть. И все, можно приниматься за работу. Привет, ребят, мы в другом дне. И сейчас будет очень щепетильный, очень волнительный момент. Потому что мы будем выдавать тачку, новую тачку, одной очень красивой девочке. Даже через чехол видно, что это за машина. Это Rolls-Royce Ghost Юли Гаврилиной. Это абсолютно новая машина, потому что это пленка, которая еще не была ни на одной тачке. Я не видела ни одного Rolls-Royce такой расцветки. Это должна быть плюшка. Я очень жду ее эмоций. Мне прям, как девочке, это знаете, когда вы хвастаетесь маникюром, который сделали. Но тут уже покрупнее, чем маникюр. Тут масштаб уже про машину. Так что ждем. Ну что, Юля приехала. Это твоя тачка. И это абсолютно новая машина. И сейчас ты понимаешь, почему. Вы купили от меня новую машину? Ну почти. Эту пленку вообще ни у кого ее нету такой. То есть сейчас мы с тобой, знаешь, как сделаем. Будет прикольно, если я открою, а она будет стоять задом, и потом она просто ее увидит. Прикольно же? Да, давайте. Окей. Я так по тебе скучала. Ай, как. Раз, два, три. И можно прямо так вниз положить. Три, два, один. Смотри. Матом ругаться можно, если что. Я не верю, что это моя. Просто обойди ее всю. Обойди, посмотри, как она смотрится. Как она блестит. Господи, ты никогда не была такой красивой. Она с двух сторон, она с двух сторон. Да, чтобы все знали, что это ты на дороге едешь. Господи, ребята, вы лучше. Я не знаю, я не знаю, как вас благодарить. А ты вообще знала, что? Ты же выбирала, по-моему, пленку, да? Да. Но ты не знала, как это все будет выглядеть. Да, я очень боялась, что это будет некрасиво. А она прям женственная. Я боялась, что она будет, знаешь... Грубой такой, да? Да, грубой, как будто бы мужской, но вот эти блестки. Мне очень нравится. Я тебя поздравляю. Все, это твоя машина. Спасибо. Мы выиграли автомобиль. Как будто бы у себя торприз. Блин, она очень сочная. Давайте переключимся на еще одно уручение Диме и его жене Ане Щук. Кстати, пока мы снимаем видосы, уже дети рождаются. У них родился ребеночек, и мы сделали из его BMW-шки-трешки белый и ординарный настоящую такую пушку. Машину просто хамелеончик. Посмотрите сами. Три, два, один, поворачивайся. Вау! Прикол, прям как с фоток, знаешь? Хероси, Аня. Мама родная, это что? Это белая тачка вот эта вот, которая... Что с ней вы сделали? Ничего неадекватная? Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю вас. Очень круто смотрится. Я вообще просто, я не знаю, я честно не ожидал. Все, давай, езди с удовольствием. Спасибо большое. Все, пока-пока. Это просто не... Я, наверное, приеду еще. Но обидно, знаете что? Что спустя два дня, как он уехал от нас, он еще не успел вкусить прекрасный вид своей машины, как в него кто-то вмазался. И ему пришлось опять к нам приезжать и клеить тачку снова. Так, быстрее забегаем внутрь. Мы приехали проведать малыша. Короче, все в том, что мне кто-то доложил очень плохие новости, но до конца их не рассказал. Типа диски ты снимал, отвез на... Да, колесные диски отремонтировали, поправили, сделали, мы надели новую резину на них. Я прокатился. Теперь, ребята, я буду ездить на лете. Даже если поеду на оффроуд, я поеду на лете. Все довольны? Поставьте лайк. Только на этой резине на оффроуд ехать нельзя. Тогда не ставьте лайк, просто не оставьте негативные комментарии. Давайте так. Там какая-то тема про паль была. Про что? Паль. Паленые диски. Паленые диски, в смысле? А, ну, вроде как сказали, что китайские. Хорошая подделка китайская. Ну, хотя бы хорошая. Визуально диски как оригинальные. Просто насчет того, что они слишком хрупкие, скажем так, китайские. А сколько мы отдали в сумме за выпрямление? 18 500, по-моему. Да-да-да, 18 500. Что-то в этом районе, да. 18 500 за выпрямление дисков. Сюда вошла правка дисков, сварка диска и, соответственно, монтаж. А, там даже варили диск? Да, один диск варили, там трещина. А что мы успеем сделать до четверга? Ну, тормозные диски поменяем точно. Я думаю, разберемся с биением с перьей. Ну, постараемся разобраться с биением сзади и с датчиком АБС. А потом дальше уже разбираться, ну, с остальными ошибками по электрике. Электрика это такое, непредсказуемо. Может, за 5 минут починиться, а может... Ну, да, там такие проводы, как будто эти... Не проводы, а провода. Провода? Проводы в армию. Как там это? Дембель? Да, да. Проводы будем делать потом. Когда доделай, мы будем его провозать. Окей. Мы реально, ты представляешь, мы только реально... Тебя только неделю назад назвали бакаланом. Я думала, уже... Решение. Три пошло. Коля, сори. Просто это дико смешно и не обижайся на меня, ладно? Я забыла рассказать самое главное. Я собираюсь на гиле поехать на соревнования, а точнее, на серьезную игру. Это будет футбол на тачках. Это будет нечто невообразимое в моем сознании, но должно получиться реально круто, потому что других масштабов мы не делаем. Все должно быть реально круто. Прямо как наш заезд в эту огромную лужу. Все-то на этом же уровне мировом. И чтобы у нас тачка не простаивала по работе, нужно снять с нее салон. Нужно снять салон, чтобы его отправили в БГТ на перешив. И поэтому я буду ездить на этом гелике без салона. Но! Кое-что, кое-что я себе поставлю под поп. Кое-что! Пишите, да, в комментариях, что вы думаете, я поставлю на место водительского сидения. Го в комментах. Все, давай, тогда мы в четверг возвращаемся к тебе. До свидания. Нет времени объяснять. Просто наблюдайте. Я иду договариваться с газелистом о том, чтобы он взял огромное кресло Фэнди, поставил себе в кузов. И мы поехали вместе с ним. Здрасте. А вы поможете нам кресло перетащить? Короче, мы гелик здесь не видим. Мы его увидим в БГТ-сервис, который находится далеко отсюда. Но нам надо как-то перетащить туда огромное кресло. Метр на метр. В черныша оно не поместится. Ну, по понятным причинам. Поэтому мы заказали вот такую газель. И сейчас сюда красиво впишется трон. Самый уродливый трон, который вы когда-либо видели в своей жизни. Так, ну вот, собственно, наш главный персонаж, который нужно перетащить. Посмотрим на дверной проем. Мне кажется, оно не пролезает. А если бы развернусь? Если бы оно было чуть-чуть больше, оно бы уже не пролезло. Каждый раз, когда я придумаю какой-то такой движ, я дико переживаю, что он может не залететь. Хотя по итогу он залетает на полторы тысячи комментариев там, на полмиллиона просмотров. Что думаешь, говорить им, зачем нам нужно это кресло? Я думаю, надо выдержать небольшую паузу. Такую интрижку такую, да? Я тоже так думаю. Это будет, мать его, гладиаторские бои. Просто женские гладиаторские бои. А женские бои самые беспощадные. Вы это знаете. Наши гладиаторские бои отменяются в силу погоды. Просто жесть. Не, ну в принципе он не сильно изменился же, да? Что? Что? Запасайтесь чайком, печеньками. Сейчас все расскажем. Ну просто! Это просто! Идеально! Не, ну нормально же, да? Но это кресло предназначено для кое-кого другого. Об этом вы узнаете чуть позже. А сейчас я хочу сделать небольшой обзор на некоторые доработки в моей геле. Открываем салончик. И смотрим. Да, это, конечно, не Спарка, это не Рикара, но это ковш. Ковш откуда из Жигули? Ну да. Ковш из Жигули. А зачем нам потребовался ковш из Жигули? Нет, не для того, чтобы я гоняла на этой тачке, пока салон перешивается. А для того, чтобы мы прямо сейчас поехали на большой футбол на тачках. Да, вы не ослышались. Большой мяч, большие ворота, гелик и скай. Но скай кого? Насте Туман. Это будет жесткая женская заруба. Гладиаторские футбольные бои на тачках, ребят. И мы поставили сюда такой спортсиденье. На самом деле мы хотели табуретку поставить, но я подумала, что это будет небезопасно. И Женя подумала, что это будет небезопасно. Поэтому мы поставили сюда вот такой вот ковшик. Тесноват. Это специально, чтобы держало булки. Я понимаю, что моя попа, я как-то ее отъела слишком сильно. У меня прямо вот так вот. То есть я как будто в детском кресле сижу. Так как я за безопасностью на дороге, я решила не рисковать и не ехать на этой тачке до АДМа. Я вызвала Эйвик, который нас оттуда довезет. Вообще это было очень стрёмно. Что ты вообще сделал? Я думаю, если что он просто эту кабину. Ну не, кстати, он смотрится теперь получше. Так, ну Женя, твои ставки кто выиграет? Я думаю, что Гелик. Гелик выиграет? Я думаю, удар будет мощнее. Ну что, мы поехали, давай пока. Давайте, пока. Да будет удача с нами. Мы приехали на локацию. Гелик здесь. Чуваки, которые надувают ворота здесь. Мяч здесь. Гром здесь. Все здесь, кроме Настюшки. Настюшка опасно съедет и будет совсем скоро. Обзор Гелика после оффроуда. Вот, он стоял на жаре неделю. И вот, смотрите, все равно вода осталась. Жесть. Ну что, Настюшка, опасность? Привет. Блин, а он такой, может раздолбить мне передок, да? Ну я сейчас била, ну так. Не, ну гелику, конечно. Аккуратненько. Не, ну если что там, посмотрим, посчитаем, подлатаем. Надо считать, смотреть. Аккуратненько всегда, если что, поможет. А на чем он крепится, как он крепится? На гонках и так тебе крепится. Сейчас меня Настюшка покатает на своем скайе, покажет высший пилотаж. Держащие ремни, видишь? А, пятиточные? На соплях. Они не работают все, как? А, ну тогда я буду использовать вот этот вот. Обычный такой гражданский ремень. Да. Окей. Не буду. А ты прям переключаешься вот ей, да? Нет, я сразу такая. Всем привет, с вами Настя Туман. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, помогите мне. Прямо сейчас я объявляю условия наших гладиаторских боев. Женских. То есть беспощадно. Короче, мы будем играть настоящий футбол. Только на тачках. И видишь эти ворота? У нас будет один вкаточный такой разогревочный раунд. Ну просто, чтобы прочувствовать тачку, прочувствовать мячик на дороге. Ну такой, чтобы понять вообще, во что мы играем. И второй этап, это когда мы уже будем реально рубиться с тобой. Будет сначала футбол, то есть мы на двух тачках будем соревноваться, кто забьет впервые. Этот гол не будет учитываться. Этот гол нужен для того, чтобы мы поняли, кто первый бьет пенальти. Кто забивает пять мячей пенальти, тот выигрывает. Но мы играем не на выигрыш, а мы играем как бы на проигрыш. Потому что человек, который проиграет, должен будет выполнить одно очень неприятное задание. Э, ты не говорила про задание. Что за задание? Ну, по факту, по факту. Я сейчас тебя могу предупредить. Ты можешь сказать, да, да, нет, нет, там, если что, разъедемся. Пока. Всем привет и пока. Сегодня ты ощутишь себя немного женщиной-кошкой. Так, я буду наверху гелика? Почему, что, где? Нет, прямо сейчас нам доставят влажный кошачий корм. Который ты очень часто, наверное, видела в прилавках. Нет, ну нет. Но у тебя будет право выбора. Там будет три вкуса. Лосось, креветка. Почему у меня? Все, ты меня уже списала. Ну, в принципе, у нас, окей, оговорочка по Фрейду. У нас будет право выбора, право вето. Курица, лосось, короче, мы будем есть влажный корм. Тот, кто проиграет, будет есть кошачий влажный корм. А если я откажусь, если я проиграю, откажусь, есть это, то что? То это будет не по-пацански. Ну, слава богу, я баба. Блин, так не работает. Слово пацаната. Ладно, давай начинать, что? Ну, я тоже, у меня тоже большие, большие шансы проиграть. Я очень плохо чувствую. Давай так, чтобы, почему я могу проиграть? Потому что я каталась на этой тачке максимум, я отъехала на ней 50, там, 80 километров. Это мой верх. Я не знаю ее габариты, я не знаю, как она тормозит. У меня тормоза до сих пор не уменены, они просто их нет. Учитывай. Ну, ее можно просто по прямой разогнать и бить, все. А с этим нужно же, типа, выпендриваться. Короче, начнем по рукам? По рукам. Ну, точно надо будет кому-то из нас есть кошачий корм. Ну, давай мы начнем, посмотрим. Нет, мы так не можем начать, надо прям... Ну, давай, ладно, ее примокти. Все, что мы тянем там, кота за хвост? Погнали? Все, не, разбей, разбей. В правом углу ринга Настя Туман, начинающая дальнобойщица, в прошлом таксистка на Nissan Skyline, любительница смазок на Dodge Challenger, а в настоящем просто красавица. А в левом углу ринга блондинка Драйв, пока не бывшая Дима Гордея, утопительница Геликов, самоназванная лучшая блондинка года и в будущем просто холостячка. Так что жду ваши розы в комментариях и огонечки под сторисами. Погнали! Я сказала пять голов, но, конечно, мы пробиваем пять ударов, как в профессиональном футболе. Пусть победит сильнейший. Начинаем с разминки. Сильнейший кузов. Три, два, начали! Три, два, начали! Нормально! Переехала чуть-чуть! А, я сейчас жду, когда она забьет, да? И только тогда начинаем, так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Это было нечестно. Потому что получается, что я тебе помог, а Настя, чтобы не пить тачку, решила не переграждать дорогу. Правильно? Я бы переиграла, чтобы не участвовать. Все, переигрываем. Короче, с центра поля. Вот кто сейчас забивает, тот все. На старт! Внимание! Начали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была победа без шансов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я такой добрый, понимаешь? Я сама себе наложила одну кучу просто вот перед глазами. Это было честно. Это было честно, да. Ты видишь, сколько ее тачка едет, она маневренная, а мой просто кубан такой, мой просто кит, понимаешь? Без воды. Он просто на суше, ты думаешь? Что у нас накануне? Кошачья мать его кула. Ну, вот это было честно. Ну, в принципе, да. Ты победила, получается. Ангелина просто пожалела мой скайп, поэтому не стала сильно газовать. Потому что я думала, а сейчас она прилетит мордой. Но я думаю, блин, ну что ж, это ее выбор. Орай, сейчас серия пенальти, ты бьешь. Так, оттуда? Нет, мы сейчас поставим тебе мяч. А, окей, окей. Давай быстрей! Погнали! Это фиаско, братан! В смысле? Я еще не была готова! Это штанга. Это штанга, это штанга. Ладно, ладно. Вот она поехала. Знаешь, на что мне хватило времени? Переключи скоростный драйв. Ты путем. Ты так не сможешь. Не, ну у меня, получается, тоже будет пять, возможно, скидать. А если у нас будет пять-пять? Еще по одному. А, нет, у нее уже, получается, она еще четыре раза. Да, у нее четыре удара, да. А ты уверенна, что тебе нужно отбивать мяч, смотря носом на этот мяч? Там так узко стало, что некуда забивать тебе. Эй! Не-не-не! Вау! Я чуть-чуть не ехала. Я показала, что она поехала задом. Я побоялась за бок. Кляя своего. Она же поехала, да, дала заднюю. Надо там поиски взяться. Думай, думаю, думаю, Настя, думай. А если сделать вид, что я буду сейчас бить в правый угол, и ударить у нее? Все, все, птичка, блядь. Все, все, птичка, блядь. Птичка в клетке, птичка в клетке, птичка в клетке, да? Нет, не честно, это не пенальти. Пенальтик добьют просто схода. А ты еще там мини-пенальти давала. За красоту данного удара я предлагаю его засчитать, но больше так бить нельзя. Но это было красиво. Это была тактика, потому что по факту ты реально перекрываешь все ворота. Ты схитрила, и она схитрила. Ну хорошо, да. Но больше так делай. Но всегда здесь есть варик, видите, вот в это окно, которое образуется из-за того, что у меня гелик не полностью квадратный. Есть, но она закрывает 90%. Короче. Я понимаю, мне максимально не понравилась эта штука, поэтому она здесь хозяйка, пусть она решает. Мы засчитываем этот гол, но следующие оставшиеся удары должны быть именно ударами. Все, я больше так не буду. У нас вмешались погодные условия, дует ветер, и постоянно мяч катится на меня. Я сейчас отпускаю мяч, и Настя начинает удар. Чуть не чмокнулись. Ты чё? У неё последний удар. Ты отбила, по сути, сейчас было всё право, по правилам. Ну, окей, хорошо. Чем-то, один есть шанс, может, поменьше. Наверное, слишком получается, как-то жёстко, что я закрываю 90% всех пород. Ну, давай попробуем. Давай просто встану вот так вот, лицом. Последний шанс остаться без кошачьего корма на сегодня. А честно сказать, я так уже захотела попробовать. Такой некий тоже экспириенс. Серьёзно? Ну, я подумала, даже если Ангелина проиграет, то я буду вместе с ней есть. Вот, но ты ей не говори пока. Что? Всё, мимо, мимо! Ну что, ты была хороша? Я не могу это не признать, но побеждает огромная жопа моего гелика. И не только гелика, и не только гелика. Знаешь, как в Форзе, типа, манёвренность там. И у меня у гелика что есть? Рама. Просто габаритность, наверное. Крепкое железо. Ну, давайте, короче, сейчас я буду пробивать быстренько, чтобы у нас не было такого. Ну что, готовы? Воу! Это было в створ ворот. Вот это был реальный удар. Всё, сейчас будет шторм. Второй удар, второй удар. Ветер конкретный. Воу! Е-е-е! Спасибо! Как мне пробило! Она сразу идёт на меня, получается, и я просто... Я как будто пас даю, и она просто отбивает его. Начали! Просто три кола уже минус! Три кола минус, понимаешь? Воу! Это буря! Давай! У нас как будто какой-то драма-квинт-сериал. Приготовились! И... Начали! У меня есть один гол! Вы сравнялись. Один. Один-один. Тебе нужно... У тебя осталось... У меня почти не шанс остался. Прямо сейчас. У вас один-один. И получается, если она сейчас забивает... Да, если нет, то ещё по одному удару у вас. Поддаться? Нет, какой поддаться? Кто кошачий корм будет есть? Вместе пожрём. Что? Ну, смотри. Да. Подожди, подожди! Нет, нет! Ну, она выиграет. Да. Это нелогично. Да, то ты... Хорошо, я сейчас скажу, что... Да, отбивай. На самом деле, ребят, это выглядит очень легко. Но когда ты понимаешь, что ты пытаешься рулить двумя с половиной тоннами, это жёстко. Ещё такой жёсткий. Тоже, что жёстко. Прямо. Слышите, да? Вот это настоящие просто бои! Приготовились! И... Начали! Один-один! Ничья! Чё мы будем делать? Один удар ещё бьёшь! Ты! Ещё один, да! Один удар, Анна! Вот это драйв! Вот это погодка! Назад! Невероятная погода! Невероятный матч! И у нас ничья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У неё один ещё шанс есть ударить. Ты один раз ударила, и она бьёт дополнительно. Если ты отбиваешь, ты победила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, бешеный дождь! Я просто весь год... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выиграла! Я справедливый, чистый победитель этой игры! Но почему? Испытание выполняю я! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это такое? Я просто, просто, типа, ну, типа, полностью вообще! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мокрый? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но ты победила, реально! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу белую футболку надевать, и делаешь кокурс мокрый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты промок чуточку, но это не отменяет того факта, что ты очень сильно факапнулся в последнем видосе, в крайнем видосе с гелем. Мои подписчики факапы не прощают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, как ты факапнулся после того, как ты увидишь эту надпись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ну, блин, Ангелина! Смысл, ты серьезно? Ты серьезно? Я тебе коку туда положила, вон, смотри. Я думал, мы для какой-то цели везли это кресло. Ты что, прикалываешься? Ты серьезно его взяла? Какая нафиг цель может быть в этом фенде кресла? Скажи мне. Ты его взяла, чтобы приделать эту надпись? Ты серьезно? Да. Ты серьезно? Садись, давай. Я не буду туда садиться. Прикалываешься? Нет, садись. Ну, как я это реагирую? Ты же сказал мне, глуший гелик в луже. Ну, он же выжил. Он выжил, да. И, кстати, возможно, именно из-за того, что мы его заглушили, он и выжил. Ты оператор Баклан, и вообще мне говорят тебя уволить. Ну что, мои дорогие подписчики, вы рады, что я организовала такое кресло? Блин, ну я это не знал, типа. Она мне сказала помочь, но я не знал, что это будет. Здесь из хорошего, знаешь, что есть? Латте, чтобы запивать ломтики в соусе форели и креветки. Ты больше что любишь? Лосось, креветки или курицу? А давай все. Все, как ты сделать? Сболтать, но не смешать? Всего по чуть-чуть. Первый раз у меня такая возможность попробовать. Ты хочешь прям попробовать, а вот прям на полную катушку? Ну, да. Чтобы понимать, что коты едят. Ну, я умею принимать достойно проигрыш. Нет, за это тебе просто дай я пожму твою. Да давай обниматься, ё-моё. Давай соснёмся, да? Посостёшься дома сегодня. Со своим будущим бывшим. Пацаны, идите сюда! Идите сюда! Давайте, да! Давайте, вау! Пацаны, мы видели, что вы там снимаете? Вот. Короче, есть вопрос. У нас тут проигравший есть. Вот Настя Туман. Знаете меня? Да. Ну, все, отлично. А меня знаете? Да. Все, отлично. Короче, вы наши комментаторы. У нас вопрос к вам. Вы будете не против, если проигравший съест неполную вот такую упаковку влажного кошачьего? Корма, а съест по чуть-чуть каждого, типа? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну это вы так, потому что она дама? Не потому что она дама, а потому что из гнилого скайлайна сделать вот такую упаковку. Да, ну это аргументировано, это аргументировано. Иди обнимемся, иди обнимемся, вы хорошенькие, спасибо. Спасибо. Ладно, хорошо. Ладно, пацаны, только из-за вас. Первая говядинка. Открывай сразу свою банку. Я просто стою, жду, смотрю. Е-бой. Давай, давай, прям, прям выдави себе в рот. Прям в рот. Может, ты мне еще выдавишь в рот? Давай я тебе. Давай, сейчас, блядь, ты с меня пошутила. Я не упущу такое возможности. Давай. О, она прям лезет, лезет, лезет оттуда, прям в холодец такой. Давай, смотри. Прям бы полный, да. Я же автомеханик. Срочно спасательный. Офигеть! Ты что, реально, что ли? Что, вкусно? Рау. Женщина-кошка 21 века. Просто похлопаем, похлопаем. Это достойный хлопков. Порель, креветки. Не знаю, мне уже взял. Дай понюхаю, дай понюхаю. Ой, фу, как это воняет, ужасно. Ангелин, а ты не хочешь составить компанию? Что, офигел, что ли? Я боролась, я забивала голы. Для чего здесь, чтобы потом это хавать? Не, спасибо. Здесь будут флешбеки, о которых Ангелина не знает. Ангелина их срежет. А даже если Ангелина проиграет, то я буду вместе с ней есть. Это что такое, в смысле? Значит, она действительно не верит в женскую дружбу. Она узнает это на монтажере. Давай. Блин, прям жестко. Ты знаешь, какая-то... Просто, знаешь, как астронавты, вот это вот питание такое в баночках. Фу, это прям так... Ну что, последнее осталось? Лосось, да? Понюхаешь? Ух! Ух! Понюхаете? Ну-ка, зацените, как вам? Ммм, вкусненько. Что, может, составьте компанию, Настя? Хаванете? Кто-нибудь хочет есть? Кто за меня хаванет? Сейчас, подожди, я чуть-чуть хавану. Ну, ага, наша. Спасибо. Опа. Без запивона. Оставь друзьям. Ну как, огонь, да? Что здесь происходит? Потеряли поздна. Пошли наберет. Пошли не прилетит. Никто его не возьмет. Ну? Все вместе. Охренеть! Охренеть! Ангелина, ну, пожалуйста, теперь твой. Не-не-не, ребят, я не могу. Да он не намок. Жену этого не приварит. Я не хочу, не хочу. Садись на фензи. Нет, ну ладно. Я в шоке. Ты блеванул? Красава. Ну ты большая молодец. Ты сделала это. Ты просто сделала. Дай я пожму твою, я обниму тебя. Каждый день повел, да? Муах! Я не ожидала. Мне кажется, круто получилось. Ну, именно футбол, прям, а не так. У нас не легко, мы играли как бы по жести, вот прям, знаешь, до талого. И это было дико по эмоциям. Так что, если вы хотите еще такие зарубы, обязательно подписывайтесь на канал Ангелины. Если бы не она, этого ролика бы не состоялось. Так, стоп, если бы не Настя Туман, вы бы не видели, как кто-то ест кошачий влажный корм. Почему? Ну, вон, пацаны согласились, значит, и есть еще такие люди. Наверное. Ну, короче, ты просто красотка. Мне дико понравилось это снимать. И ставьте обязательно палец вверх, если вам понравился этот видос. Пишите комментарии, за кого вы болели. И до новых встреч!